сколько за 45 которые 150 150 250 250 привет ребят меня зовут настя за моей спиной ворота адрианы обязательно приехали в калече смотреть старый город пойдемте я ехала в таком хорошее настроение на самом деле удивительно в каком хорошем состоянии сохранились ворота учитывая то что они ничем не ограждены и каждый день через них проходят толпы туриста построены они были еще при римской империи в честь приезда в анталию императора адриана это единственный из трех ворот которые дожили до нашего времени сейчас же это главная фото зона калече здесь в любое время суток всегда кто-то проводит фотосессии атмосфера старого города всегда завораживает меня здесь можно прогуляться и насладиться архитектурой местным колоритом и хоть в калече и была проведена реконструкция это место является наследием юнеско поэтому сохраняет первозданный вид днем местные здесь торгуют сувенирами и лукумом а туристы неспешно подтягивают прохладительные напитки а вечером старый город превращается в антолитский центр ночной жизни с барами и шикарными ресторанами также в калече есть много бутик отелей и по своему опыту и опыту моих знакомых могу сказать что оставаться там стоит но если не больше чем на два-три дня потому что быстро становится скучно и так как все дома здесь очень маленькие номера даже в самых дорогих отелях будут микроскопического размера это не совсем удобно и также как бы здесь не было прикольно интересно отсюда довольно тяжело уезжать прямого доступа к морю почти нет есть только один пляж поэтому вам быстро надоест сюда все-таки стоит приезжать на пару дней погулять и поехать дальше находясь в калече всегда следуйте вот этому металлическому бордюру по нему вы выйдете прямо на набережную он обозначает главную дорогу здесь так вы точно не забудете на самом деле этот бордюр предназначен для людей с проблемами со зрением но все местные так помогают сориентироваться туристам потому что только кажется что здесь всего две дороги если вы будете оставаться внутри калече в отеле вы поймете что пропустив нужный поворот можно действительно потеряться поэтому будьте осторожны спустившись вниз мы попадаем к башне хидролык построены во втором веке нашей эры которая являлась оборонительным сооружением времен римской империи обычно здесь была одна из самых лучших фотолокаций в старом городе но сейчас здесь ведутся работы по перестройке надеюсь что когда вы будете в следующий раз в анталии здесь уже будет все красиво сделано но пока что все ограждено забором хотя прекрасный вид на море все-таки остается и скажу вам по секрету за этой башни находится один из лучших ресторанов о котором знают в основном только местные называется он кэссел обязательно рекомендую его посетить мы туда ходим всей семьей дальше мы можем спуститься прогуляться в парк и здесь также открывается прекрасный вид на море но я обычно следую другому маршруту сейчас вам покажу куда я направляюсь и почему дойдя до конца главной дороги можно осмотреть башню хидролык осмотреть пар который рядом с ней а дальше можно смело сворачивать направо и идти в сторону порта там есть отличная обзорная площадка также можно покататься на яхтах и можно осмотреть лифт панорамный который поднимается наверх который уже является выходом из старого города по дороге к порту я наткнулась на лавку местного художника и не удержавшись решила зайти внутрь посмотреть что там в старых городах всегда можно найти творческих людей умельцев вот я проходя мимо нашла лавку художника здесь рисуют акварелью свои картины другие не смогла пройти хотя бы маленький суверничек сувенирчик не купил художника зовут амер гюнгор и он очень увлеченно рассказывал о своей профессии обязательно рекомендую вам посетить его лавку хотя бы просто для опыта понаблюдать за его работой видно что человек увлечен своим делом дальше пробираемся к тому самому виду смотровой площадке который вы наверняка видели во всех социальных сетях также он красуется на всех магнитах из анталии если вы думаете в какое время приехать чтобы не было так много туристов не переживайте здесь в любое время людей уйма поэтому только ловите моменты если не ставят договаривайтесь шантажируйте сейчас скажу вам самое главное в туристических городах с туристами делают что правильно разводят на деньги поэтому сейчас буду рассказывать как не попасться на местные уловки какие здесь на самом деле цены уберечь себя от обмана получится не всегда но главное правило обращайте внимание на написанные цены в ресторане просите меню и важно чтобы это меню было не только на вашем языке одно общее потому что меню на русском и английском языке чаще всего с ценами в два раза дороже чем местное меню на турецком для турок здесь я заметила как обрабатывают англоговорящих туристов и я сама решила прикинуться как будто не говорю на турецком и спросить цену на русском чтобы сравнить сколько за 45 которые 150 150 250 250 до цените как меняется цена в зависимости от того на каком языке ты говоришь вот семье которая говорила на английском предложили полторы тысячи то есть 250 человек с человеком не предложили 150 на русском сейчас попробую спросить на турецком антисы 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 что я вам скажу ребят вкусно но грустно я понимаю что цены должны быть разные должны быть какие-то какие-то скидки для местных но блин в пять раз серьезно не знаю решайте сами неудобно это показывать но вот такая вот правда кстати сами местные турки не жалуют такую традицию потому что это просто какая-то обдираловка еще раз ребят это нормально когда в туристических городах на некоторые вещи цены разные для местных и для туристов но я считаю что ненормально когда цена меняется в зависимости от языка на котором ты разговариваешь а что думаете вы по этому поводу я жду в комментариях ну и какая прогулка по анталии без традиционного шоу с мороженым ребят я живу в анталии четыре года работаю здесь семь лет но мне до сих пор эти представления не надоели хотя и вообще не фанат сладкого отходя от пирса на подходе к панорамному лифту есть музей игрушек вход туда свободный поэтому рекомендую вам его посетить особенно если вы с детьми но долго я на нем останавливаться не буду посмотрите все сами когда приедете и вот мы на подходе к тому самому лифту который очень любят туристы но этого не разделяют местные сейчас я расскажу почему ребят если бы не вы я бы в жизни не пошла на этот лифт потому что грязно много людей все набивают сюда как селёвки в банке еще и ждешь три здесь судя по реакции на камеру то ли какую-то звезду засняла то ли агента фбр главная цель этой поездки как уже можно заметить это вид поэтому критикуешь предлагай здесь есть обход от этого пирса по прекрасной дороге по которому вы увидите точно такой же прекрасный вид только вам не нужно будет ждать и толпиться с неизвестными вам людьми а на этом у меня все спасибо что досмотрели это видео до конца подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на коноколь конокольчик